Hola amigos, bienvenidos на канал Kiki Мексиканец И вы знаете, я когда-то слышу, что люди считают, что русские не такие эмоциональные, как испаноговорящие, что чувствуют вот эту страсть А сегодня я хочу с вами поговорить о фразе, фарсологизме, выражении, которые есть на русском языке Которые, мне кажется, что они гораздо эмоциональны И мне очень удивило услышать это выражение в России И сейчас я не говорю о сокращении, как хз или другие, которые у вас есть очень много Я уверен, что вы как минимум употребляете три из сегодняшнего списка выражения, фраз и звуки И номер уно, чтобы выражать удавление Опанки, опанки, мне кажется, это такое, как вы такое мелодичное, как вы-то поете Как опанки, опанки Мне очень понравилось, когда я слышал опанки, как сюрприз И есть сокращение формы опанки, просто опа, опа, опа Но не знаю, мне кажется, какой-то греческий язык Опа, как сиртаки будем потанцевать Если вы не употребляете опанки, тогда номер уно точно для вас И это обана Обана Мне кажется, первый раз, когда я слышал обана У меня было такое ощущение, как будто это мат, но это не мат, это обана И потом я услышал, что это у вас была какая-то передача в 90-х, какой-то шоу-комедии Обана И мне очень нравится, когда я услышал обана, как сюрприз Вы знаете, когда мы иностранцы не говорим по-русски, нам кажется, что он очень такой суровый, жесткий Но когда мы слышим, что есть такие выражения, как опанки и опана Вообще он никак суровый не похож И даже очень такой немного смешной получается И веселый язык Номеро трес На русском языке ты можешь задавать вопросы на более мелодичном тоне Для этого просто добавить к А ну-ка А покажи-ка А давай-ка А спроси-ка И я правда вначале не понимал, почему добавляют к на вопрос А это, конечно, очень классно и делает такое более мелодичное Ну-ка Номеро квадро И, кстати, я вначале думал, что это сокращение русского мата Потому что я не очень понял А это, конечно, на Потому что я услышал, как типа, ну, иди на И люди останавливаются Поэтому я знал, как типа, продолжение, да И мне показалось А я помню, что я стою и друг хотел, что я ему помог Поддержать его куртку И он мне говорит На А у меня было такое лицо, типа Что, почему ты мне хочешь посылать, когда я хотел тебе помочь На И, типа, потом мне, да Типа, я потом понял, что это как типа На, держи Но иногда просто говорит На И я помню, что я потом начал немного тоже бы издеваться Я говорю На Такой не просто на На Такой были На И мне стало очень смешно, что на русском языке Ты можешь просто сказать На И люди понимают, что типа На, держи Или На То есть ты можешь что-то передать И люди будут поддержать На Ну, у нас синько Когда вам что-то не нравится Считайте, что это невкусно У нас есть великолепный Фу Фу Но мне понравилось Что фу Это очень короткий И тоже можешь выражать Столько противность К чему-то, да Ну, и у нас в Мексике Есть слова Вакара Еще есть Фучи Который Фучи Немного похож Как будто это японский язык Но Фучи Может быть Это просто сокращение Слова Фу Фу И Очень классно Но Фу Это, конечно, очень короткое слово Которое можно выражать Столько И, кстати, в Испании Говорят слово Аско Но Аско Мне кажется Это очень формально Практически Как фиаско Аско Но Нет Лучше Фу Нумеро сейс И это фразеологизм Мне было очень странным Мне кажется Вы только пишите Так не говорите Но было это Г То есть Г Во-первых, для иностранцев Слово Уже Сложно То есть Не так А потом Если еще Г То есть Я не понимаю В каком контексте Г Это значит Ха-ха-ха-ха-ха Супер смешно Мне кажется Даже так сложно ГГ-каться Или Смеяться С этим звуком Но Было тоже прикольно И я помню Что когда тоже Мне какие-то шутки рассказывают И отвечают Г Они, типа, удивляются Типа Откуда ты это знаешь? Типа Ну, просто вижу Я не могу сказать Что я так смеюсь Но Вы так смеетесь Наверное Напишите, пожалуйста В комментариях Если вы знаете Откуда Почему такое сочетание Это значит смех Нумеро сиете Я это очень часто Потребляю Что вы тоже Когда есть такое удивление Ух ты То есть Ух ты Ух ты Как бы я сказал На испанском Ух ты Ух ты Потому что Ух ты Ух ты Вау ту По-испански Вау ту Нет Вау Вау У нас Ладно Похож Но Вау ту По-испански Нет такого Ух ты Ух ты Ух ты Классные Ух ты Видите Как получается Что русский язык Есть очень эмоциональный И мне кажется На этом плане Испанский У нас Меньше такие выражения Такие классные Как у вас И Нумеро Очо Мне очень понравилось Что у вас Есть определенный Звук Чтобы сказать Что это был Какой-то Сильный удар И это Дыш Мы опять Вернемся На звук И Который Это просто Невозможно Для нас И Мне понравилось Что Благодаря Вот это Словосочетание Этой Понемы Я Кажется Более правильно Начинал употреблять Слово Через Дыш Такой Я слышу И потом Дыш Это значит Что такое Сильный удар Пум Наверное По-испански Я сказал Пум Но Дыш Это конечно Классно А когда это Двойной удар Это как Дыш По-моему Говорить Мне кажется Просто Это такой Звук Который Прям Русский Знают прекрасно Это нелегко Произносит Дыш Я не знаю Сейчас Ли делаю Правильно Но Очень классно Что вы употребляете Буква И На такие Звуки Ух ты Ух ты Дыш Г Видите Поэтому Это точно Только на русском В языке И эти звуки Мне кажется Тебе составляют Делать какую-то Улыбку Да Я понимаю Что вы Например На фото Говорите Как сыр Потому что Прям Тебе составляют Уливать Дыш Дыш Мне кажется Что я и так Удивляюсь Не сказать Звуки А просто С этим звуком Я просто Заставляю Так Уливаться И Нумеро Нумеро Неве Мне очень нравится Как вы Выражаете Ваше Согласие Просто Очень классно Я с игрушки На самом деле Ага Ну Ага Ага Ну Пойдем Ну Ага Ага Так хорошо Ага Мне кажется Я тоже слышал Как Угу Угу Ага А Еге Нет Подождите Еге Это даже Что-то Серьезно С Еге Не будем Пошутить Еге Ну Ага Можно Мне очень понравилось Когда вы хотите Сказать Что Действие Было Слишком Быстро И Хоп Что-то Появился И Хоп Ушел И Хоп И Хоп И Хоп Я не знаю Если вы говорите Хоп Как по-английски Что Прыгнуть Но Мне очень нравится Что Хоп И Хоп И Я иногда Употребляю Типа Ну И Хоп И Счезло Ну И Мои Дорогие Амигос Пожалуйста Напишите Какие звуки Вы делаете Из этого списка Пишите Я прочитаю Все ваши комментарии Мне очень интересно Если есть другие звуки Которые Вы знаете Что делаете В фросологизме Фонеме Не знаю Даже правильно Как это назвать Потому что Я хочу сделать Список побольше Что я могу вам сказать Я уважаю Русский язык Все эти Отличия Культуры Русского языка Испанского языка Менталитет Мексиканца Живущий В России Если вам Это нравится Пожалуйста Подписывайтесь На мой канал Если видео Вам понравилось Пожалуйста Поделитесь На ваши Соц сетей Вы знаете Что ваша Поддержка Не очень Важна Берегите Себя И Увидимся Совсем Совсем Скоро Адес Амигос Всем Добра